Русалки, диковинные птицы, домовые. Мифические существа удивляют и завораживают. А мастера акварели Наталью Демьяненко они еще и вдохновляют. Для нее древняя славянская мифология – неиссякаемый источник для творчества. Эта выставка тому подтверждение. Я из Мурома, с Мещерской стороны, с родины Ильи Муромца. Поэтому и леса, в которых я постоянно обиталась с мамой, мы ходили за ягодами, любовались вот этой билибинской природой. Вспомните, да? Вот эти замечательные дремучие леса. Не знаю, это все как-то влилось в меня уже давным-давно. И тема эта мне всегда была интересна. Однажды Наталья увидела серию любительских работ, где были изображены русалки. Это и послужило толчком для дальнейшего изучения темы. Наталья стала много читать, чтобы понять, где наши корни, откуда эти традиции, русские праздники с их обрядами, пословицы и поговорки. Когда-то все начиналось с того, что люди просто поклонялись водоемам, лесам, земле, дающей нам тепло и пропитание. А потом, когда появились первые капища, появились первые храмы, появился даже пантеон языческих богов князя Владимира, жизнь начала несколько меняться. И с принятием христианства все эти замечательные берегини, духи дома, вод, садов, огородов, лесов, полей и рек, они все мирно перекочевали в мир мертвых. И тогда ими стали немножко и пугать и детей, и людей, сочинять про них удивительные сказки. Интересно, что в работах Натальи сказочная и реальная пересекается с реальным. Образы русалок и текстильных кукол вобрали в себя черты людей. Оттого смотреть на работу вдвойне интереснее. Когда мы были маленькими, когда мы изучали, читали сказки, и нам попадались эти вот образы русалок, тех же самых, и всяких домовых. Может быть, мы не всегда это понимали, а вот сейчас как раз вот эта выставка для меня тоже какое-то открытие, например. Потому что уже можно глубже как-то это все понять. То есть не только вернуться в детство, но можно еще и что-то познать. Наталья Демьяненко художник в Иванове известный. Для каждого музея честь выставлять ее работы. Много кто из авторов рисует акварелью и шьет кукол. Но работы Натальи особенные. Их отличает не только самобытность тем, но и безупречное владение техникой акварели. Неподдельная чистота, искренность, откровение. Вот выставка Натальи – это безусловно откровение. Она постоянно ищет. Будучи уже известным художником, много показавшим свои работы горожанам, она не устает искать, она не боится. Наталья признает только акварель и рассказывает, что для нее это уже не только и не столько техника, а мироощущение. Но изначально этот вид творчества выбрала, исходя из практических соображений. У меня росло трое детей. И поскольку у меня никогда не было никаких мастерских, и сейчас их нет, где живу, там и работаю. Я просто решила для себя выбрать самый безопасный вид живописи. Но я вам хочу сказать, что этот самый безопасный вид действительно очень сложный. Ну, с Божьей помощью как-то все получается. Я просто очень люблю эту технику. Сейчас уже говорят очень красиво, ты управляешь водными стихиями и так далее, и тому подобное. Но не управляю, управляюсь. Если между акварелью и жизнью Наталья Демьяненко ставит знак равенства, то кукла для нее – это хобби. Мастер любит делать традиционных текстильных кукол, ведь через них можно показать мир людей. Они мне помогают даже справляться и с домом, и с акварелью, и со всем. Потому что куклы очень организовывают. Это трудоемкая работа, но очень интересная. Знаете почему? Потому что здесь и царь и бог. Если в акварели надо постоянно доказывать, что ты не верблюд, постоянно делать какие-то новые работы, удивлять, расти. И когда еще состоится эта выставка, когда придет твой зритель. Это очень долгий процесс. То куклы, это сиюминутные ощущения, это передача вот той любви и добра, и все, что ты там хочешь сказать, вот зрителю. В планах на будущее у Натальи Демьяненко очередная экспозиция. Осенью в новой галерее Ивановского художественного музея откроется выставка акварельных работ. Любовь Почерникова, Денис Денисов, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.